ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Он не огорошил присутствующих репликой о необходимости возврата в школы такой дисциплины, как начальная военная подготовка, и обосновал свои слова, между прочим. Но поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата. Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Даже меня аргументы слуги народа растрогали. Ребенок боится автомата. Ребенок не знает, что такое граната и как ее бросать. Беда. Как вообще можно говорить о будущем сверхдержавы, если дети в ней не умеют убивать? А если серьезно, слушайте, ну вот это уже действительно ни в какие ворота. И оно пугать начинает. Как там любят говорить всякие типа недопатриоты. Страна, победившая фашизм? Да нет. Страна, перенявшая фашизм, мне кажется, так точнее. Нет. Начинаем. Ты поступаешь в вуз, учишься пять лет, совершенно не зная, что из этого получится. Родители делают выбор за тебя. А что ты? Ты уверен в своем будущем? Какую специальность ты хотел бы выбрать сам? Поступай правильно, шагай в ногу со временем и принимай решения самостоятельно, а не вот так. Онлайн-университет Skillbox. Их миссия – изменить мир образования в России и СНГ, используя фокус только на новые и востребованные профессии. Современные технологии, инновационные методики онлайн-обучения. Кстати, в марте в университете Skillbox пройдет онлайн-марафон по трем специальностям – веб-дизайн, интернет-маркетинг, программирование. Марафон абсолютно бесплатный, тебе надо только зарегистрироваться, стань нужным и востребованным, найди себя уже сегодня. Мнение родителей – это, конечно, здорово, но жить-то потом тебе. Ссылка в описании. В продолжении начатого хочется рассказать вам одну историю и даже продемонстрировать кое-какое кино. Сразу оговорюсь, история не первой свежести, но она весьма показательна в данном контексте. Несколько лет назад под Курском уничтожили птицефабрику «Красная поляна» из-за просрочки по налогам всего в 3 миллиона рублей. Счета предприятия были заморожены, оно постепенно начало вгоняться в долги. Ну а дальше суд, процедура банкротства, вследствие чего полторы тысячи работников фабрики оказались на улице. Но страшно не только это. На фабрике к моменту закрытия оставалось порядка 4 миллионов живых цыплят. Подачу электричества и тепла ограничили, корма купить животноводы не могли. И тогда этих цыплят решили утилизировать, а по-русски просто убить, и вы еще не знаете каким образом. Их выносили на мороз и заливали холодной водой. За 25 лет, как мы работали, какой труд был у нас. У вас отбросили всю жизнь нашу. У меня заработал. Путину или к Медведеву. Почему так он беспредел? Мы не знаем даже, кто в этом виноват. Кому нам обратиться, кому нам вписать? Нет, вы работаете, виноваты бывают. Люди отработали 25 лет здесь на предприятии. Это что за ужас? Это что за ужас такой? И они сейчас будут умирать в этой вот здесь как? Как это можно вообще терпеть? Взрослую птицу закапывали в землю, которую затем перепахивал трактор. 4 миллиона живых цыплят, которых уничтожали фашистскими методами. Они бы, конечно, и так от голода загнулись, эти цыплята. Хотя мне-то сейчас другое интересно. Понятно же, что проблема возникла не внезапно. То есть вчера еще ее не было, а сегодня вдруг появилась. Понятно, что руководство птицефабрики забило тревогу задолго до того акта вандализма, который вы только что могли наблюдать еще раз. Чтобы вы смогли как следует это прочувствовать. Посмотрите, чтобы вот эту живую птицу выниченую и мы выбросили. Это беспредел. Иначе это назвать... Где были региональные чиновники? Что делало Министерство сельского хозяйства? Да неужели же копеечный долг по налогам стоил таких вот ужасных последствий? Повторюсь, полторы тысячи человек на улице. Фабрика уничтожена. Четыре миллиона живых существ убиты варварским способом. Мы каждый год вспоминаем какие-то трагические даты. Вот блокады Ленинград или вот бессмертный полк. Да знали бы те советские люди, какую мерзость станут творить их потомки. Пусть враги запомнят это, не грозим, а говорим. Мы прошли, прошли с тобой полцвета. И если надо, повторим. Что это? Что это вообще? И если надо, повторим. Это пели в 55-м году. Еще вопросы есть? Что ты такой кусок говна, что ты хочешь это повторить? Я-то помню еще, как я с дедушкой ходил на праздники, на День Победы. Кстати, вот это вот видео с цыплятами у себя в соцсетях на днях опубликовал мой коллега. Через пару часов под постом появился комментарий следующего содержания. Зачитаю. Что за двуличие? Их все равно бы убили и сожрали. Какая разница как? Сразу вспоминается Марио Пьюзо, последний дон. Высказывание одного персонажа, маньяка-убийцы. Какая разница как? Убивать, если все равно убивать? Да нет. Есть разница. Бывают гуманные способы, а бывают, когда перед смертью над обреченным издеваются. Если вот это, мне даже человеком это называть не хочется, никаких отличий не видит, тогда я просто еще раз задам вопрос, какой фашизм мы победили, где? Это реальная журналистика в пасти безумия, тема сегодняшнего выпуска. Поехали. А вот это уже свежая история из Псковской области. 12-летняя Таисия Перчикова из села Томсина написала письмо президенту. В письме девочка попросила главу государства помочь им с мамой купить трактор. Заодно рассказала о трудностях жизни в селе, о копеечных зарплатах тамошних обитателей, о том, что ей элементарно негде учиться, в деревне закрывают школу. Ответа, впрочем, не пришло, как и не последовала реакция со стороны СМИ, хотя наши пропагандисты очень любят снимать сюжеты на подобные темы. Ну как? Ребенок к президенту обратился, и вот сейчас, сейчас, всемогущий царь, как? Поможет? Не случилось. Ну, видимо, мелковато. Он, я на фоне масштабного восстановления Сирии. Хотя нет, вру, средства массовой информации все-таки отреагировали и рассказали миру о ТАСе. К сожалению, не российские гадкие пиндосы из «Радио Свобода» это сделали. Ну, не сволочи, а. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Таисия Перчикова. Мне 12 лет. Живу с мамой Перчикова Елена Анатольевна. В Московской области, в северском районе, в деревне Томсона. Это очень старинное место. Первое упоминание в 15 веке. К слову, региональные власти даже похвалили Тасю за гражданскую сознательность. Письмишко прислали, мол, молодец, на этом все. А вот сердобольные зрители, слушатели и читатели свободы проникли с историей деревенской девочки. В основном, конечно, ими стали люди из числа тех, кого патриоты любят называть либерастами. В общем, после публикации со всех концов страны начали присылать небольшие пожертвования, подарки. И вот тут бы порадоваться за этих Перчиковых. Хоть кому-то стало чуточку полегче. Вот смотрите, что и прислали люди. Я будто летаю. Комплект предметных тетрадей. 12 тетрадей. Не тут-то было, господа. Мы ведь живем в стране, победившей фашизм. Поэтому как думаете, что началось? Правильно. Односельчане стали гнобить ребенка. Ах ты, выскочка. Ах ты, попрошайка. Да не тебе одной тяжело. Из школы Тася пришлось уйти. Маму вынудили уволиться с работы, где она трудилась с санитаркой. Местное государственное телевидение сняли про Перчиковых репортаж, в котором изложили позицию властей. Семья, мол, где живет не хуже других. Чего им помогать? К тому же мутные они какие-то. В свое время было открыто ИП, которое не работает. И у меня долг по налогам, по ИП, долг по квартплате. В долгах мама Таисии не видит ничего страшного и зазорного. Хотя приставы настаивают на уплате налогов и квартплаты. Ведь сумма перевалила за две сотни тысяч рублей. Но впереди весна, и у Перчиковых новые заботы. А именно огород, который нужно вспахивать. Наша земля, она до самого столба. Надо сажать капусту для нас и для них. И маме это бы все... Кстати, после второго телевизионного интервью Перчиковым начали угрожать. В частности, было несколько телефонных звонков. Сегодня эти люди подыскивают дом в другом районе и собираются переехать. А с другой стороны, чего еще можно ожидать от людей? Национальная идея, которых сегодня кроется в одном слове – война. Включаешь телевизор, лишь бы не было войны. Кругом враги. На Украине фашисты, на Ближнем Востоке террористы. Все наши государственные праздники так или иначе отождествляются с военной формой, с солдатской кашей. Идешь в кино, там Т-34. Балканский рубеж. На Новый год президент дарит нации ракету. А патриотами называются люди, которые, если вдруг последний бой, дядя Вова, мы с тобой, да у нас скоро дети вместо школьной формы камуфляж начнут носить. Мы что вообще делаем? На ненависти нельзя построить светлого будущего и в рай с ружьем или на танке. Тебя тоже вряд ли пустят, или это только я понимаю. Ладно, все, закругляться пора, и это была реальная журналистика сегодня. Вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть что почитать. Друзья, добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться пока. Пока!